Начать работать после 60 из-за любви к людям – это не фантастика, а жизненная история директора Кирсановской районной библиотеки. Валентине Матвеевне Голдобиной 66, но этот возраст не повод сидеть дома. Из чего состоит рабочий день работающей пенсионерки и что думают о ней читатели, узнал Александр Титов. Каждый будний день в жару и холод Валентина Матвеевна Голдобина спешит на работу. В маленький домик, где расположена районная библиотека, директором которой она является, женщина приходит раньше всех. В скором времени здесь будет проведен ремонт, а пока каждое утро начинается с небольшого осмотра. Не разбиты ли стекла, компьютеры на месте, потому что у нас много оргтехники, поэтому всегда волнительно оставлять помещение на ночь. Когда приходят остальные сотрудники, Валентина Матвеевна проводит небольшую планерку. Все очень спокойно, в дружеской атмосфере. Здесь все друг друга уважают, свою работу предпочитают делать без нареканий. А вот и первый посетитель. Раиса Николаевна читать любит и часто берет книги. В этот раз пришла за литературой на лето для внучки. Директор, во-первых, у нас добрый, красивый. Она... Так как сам директор такой внимательный, и весь коллектив у нее такой. Всегда у них тут тепло, уютно, приветливо. Сама Валентина Матвеевна работала сначала учителем, потом стала председателем Уваровщинского сельсовета, где проработала 20 лет. Только после выхода на пенсию женщина стала директором библиотеки. Найти новое призвание ее побудило нежелание оставаться одной. Я не люблю одиночество, я люблю людей. Я, наверное, вот изначально еще начала вот так работать с людьми. И для меня вот это кружение, оно постоянное. За почти 10 лет Валентина Голдобина досконально изучила содержимое всех своих полок. Несмотря на внешне небольшое помещение библиотеки, здесь можно найти практически все, что угодно, от современности до классики. Но далеко не все книги хранятся на селожах. Есть в библиотеке подобие склада, куда приносят новые книги. Очень много литературы дарят сами читатели. Что-то поступает из муниципалитетов. Главное – отсортировать каждое издание и равномерно распределить между 15 филиалами. Каждый день сотрудники библиотеки под начальством Валентины Матвеевны трудятся для того, чтобы некогда самая читающая страна снова могла поставить рекорд. Александр Титов, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!